Впервые в регионе в воскресенье прошли состязания лучников и арбалетчиков в Зимний Лукич 2014. Участники состязались по нескольким полувозрастным группам. Всего попробовать себя в этом экзотическом для регионе виде спорта решили около 20 мужчин и женщин. Вид спорта достаточно интересный, но пока у нас не распространенный в Иваново, имеется в виду. Этот вид спорта распространен в более крупных городах. У нас он пока в зачаточном состоянии, у нас пока нет ни мастеров спорта, ни каких-то других крупных достижений. Поэтому недавно у нас проходил мастер-класс, например, мы приглашали мастеров спорта из Москвы. Они проводили у нас открытый мастер-класс, занятия с нами. То есть мы в начале пути. На огневом рубеже Наталья. Девушка занимается в клубе Арбалет 37 с осени. Спортсменка рассказывает, успех зависит от тренировок. Прицеливание на таком классическом луке только интуитивное. Запоминаешь чувства, которые испытываешь при удачной попытке попасть в цель. А потом стараешься их повторить. Лучный спорт не самый затратный. Один комплект необходимого оборудования обходится в сумму около 10 тысяч рублей. Зато эмоции, которые получаешь при стрельбе, делятся спортсмены бесценны. В принципе, необходим самый простой классический лук. Также необходим краг, который защищает руку от удара тетевой. Также необходимо вот эти три пальца защитить. Есть специальная перчатка. Я пользуюсь пластырем, потому что мне так удобно. На состязаниях у участников два подхода по шесть стрел. Члены жюри оценивают точность стрельбы, зачетные очки с разных дистанций от 10 до 40 метров. И суммируют в итоговый результат. Стать лучником может любой человек, вне зависимости от подготовки и возраста. Даже хорошее зрение здесь не обязательно. Важна только холодная голова и крепкие руки, рассказывают участники. Сначала привлекает экзотика, а потом действительно глубокая редкость спорта. А оказывается, он очень глубоко спортивный, имеет классные корни, в том числе олимпийские корни. А сейчас продвигаются многие другие дисциплины, такие как 3D, например, стрельба, филд, арчери, полевая стрельба. И то есть горизонты отодвигаются с каждой новой дисциплиной, все дальше и дальше получается. И стремиться всегда есть к чему. У клуба «Арбалет-37» амбициозные планы. Хочется выбраться из полуподвального помещения тира в большую жизнь. Руководитель объединения хочет создать федерацию этого вида спорта в области. Поезжать на межрегиональные состязания, стремиться к достижению новых высот. Пока спортсмены, их в клубе чуть более сотни, набираются мастерства. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.